На два дня площадь возле театра драмы превратилась в настоящий фермерский базар. Больше ста производителей со всей России представили молочную, мясную продукцию, овощи, крупы. Все выращенное своими руками. Ярмарка такого формата помогает аграриям расширить рынок сбыта. По словам губернатора, вновь образованным хозяйством и кооперативом помогут в этом гранты и субсидии. По предварительным планам еще миллионов 500, наверное, будет, ну, примерная цифра, до 2024 года. По этому направлению выделено. И вместе с Министерством сельского хозяйства мы сегодня уже, Российской Федерацией, мы уже сегодня занимаемся реализацией некоторых положений этого проекта. Фермеры производят более трети сельхозпродукции в регионе. За 8 лет более 300 хозяйств края получили поддержку на общую сумму около 1 миллиарда рублей. На такую денежную помощь рассчитывают и овечкины. Создали личную пасеку они 10 лет назад. Но в этом году на урожае сказалась засуха. 35 пчелосемей произвели 15 флягмёда из разнотравья. По меркам прошлых лет этого мало, говорят фермеры. В материальном плане, может быть, не совсем прибыльно, но душевно даны с утра до вечера. Жара, не жара, муж отправляется туда, занимается там. Они же очень умные эти пчелы, правда, у них же душа есть, они же все понимают. И вот с ними нужно тоже с душой. Вот в апреле месяца, как их достаем, муж вместе с ними, и до самого октября, пока их не уберешь на зимошанник, день за днем, мёд этот приносит, привозим, качаем. Колбаски охотничьи, рёбрышки, корейка, вырезка охотничья. А вот для любителей свежего сочного мяса, ярмарки и торговые ряды развернулись на площади ветеранов. Здесь прошёл семейный гастрономический фестиваль «День мясного гурмана». Родео, розыгрыш призов, дегустации. Параллельно шоу-программой с пылу с жару можно попробовать мясные деликатесы и тут же узнать рецепт. Да, конечно, изюминка. Кавказские специи. Тонкие, вкусные, ароматные. Переработкой мяса в Алтайском крае занимаются 175 предприятий. Лидер этого года в структуре производства – мясо птицы. Его доля составляет 66%. Затем идёт говядина и свинина. Ну а гостям фестиваля полюбились и другие мясные деликатесы. За считанные часы разобрали индейку, курицу и баранину только с углей. Такой мясной праздник полюбился и за пределами Барнаула. День мясного гурмана вошёл в топ-200 национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического туризма. Анастасия Борисова, Дмитрий Козерлыга. Новости. Дмитрий Козерлыга. Новости. Продолжение следует...